Добро пожаловать! Меня зовут Джилл Шефер. Я и Тодд Катснер представляем геологическую службу США, и мы организуем лекции по профессии и дикой природы. Перед тем, как представить следующего спикера на сегодня, мы хотим поблагодарить вас за участие, а также поддержать организации, которые поддержали серию вебинаров посольства США в Астане, которая предложила данную идею, СБК, которая проводит данный звонок, и геологическую службу США, которая оказывает помощь данному проекту. Chevron предоставила деньги на перевод. Облагодарим также эту компанию. И хотим поблагодарить спикеров, которые согласились поделиться своим опытом с вами по разным темам. Хотелось бы напомнить, о чем данная серия вебинаров. Это обзор основной информации, концепции и методов, которые отражают передовые достижения науки в области взаимодействия между дикой природой и ВЭС в США. И методовая энергия набирает обороты в Центральной Азии, и не только. И данные вопросы становятся все более важными. И наша цель в рамках данных лекций – это предоставить основную информацию об исследованиях и оценке взаимодействия между дикой природой и ВЭС. Хотим участникам дать внимание инструментов, которые используются для такой оценки. Пожалуйста, будьте информированы о том, что мы предоставляем ссылки на источники информации для того, чтобы вы могли сами почитать справочную информацию и чтобы она всегда у вас была под рукой на будущее. И все эти ресурсы, включая материалы для чтения, а также список материалов, которые предоставляем после лекции и записи вебинаров доступны на веб-сайте АСБК. А Янлик вы можете скинуть в чате ссылку на данный вебинар, но я думаю, что участники все директировались через портал. Тем тем наших лекций – это обследование птиц до строительства, то же самое по летучим мышам, обследование после строительства ВЭС для всех этих видов, подходы к снижению рисков и смягчения последствий, политические моменты и передовые практики для снижения негативных последствий воздействия ВЭС на дикую природу. Я и Тодд в сентябре уже рассказали о данных лекциях в Астане и в Алмате, и это продолжение тех усилий. Сейчас уже четвертая виртуальная лекция проводится, и мы очень рады презентовать сегодняшний материал. Пожалуйста, Тодд, представьте спикера. Наш спикер сегодня – Тара Конклинг. Она биолог в области дикой природы в геологической службе США, природоохранный биолог. Это организация, где я работаю, и она работает в Снег Реви Филд Стейшн, и вообще находится в Дэвисе, в Калифорнии. У нее более 15 лет опыта работы с акцентом на прикладных исследований. Изучал такие вопросы, как ВИЭС, взаимодействие в садикой природе, павленческая экология и экология птиц. И в этой презентации она расскажет о своем опыте работы 6-7 лет, будучи техническим советником комитета, который отвечает за вопросы воздействия дикой природы в ЭС на дикую природу. Она закончила Канзасский университет технический и также у нее степень магистра и степень PHD из университета Миссисипа. В рамках своей магистрской работы и PHD она изучала экологию птиц, в частности, аспекты взаимодействия дикой природы с ВЭС. Перед тем, как предать слово Таре, хочу всем напомнить, что вы можете задавать вопросы в конце презентации. Можете в чате писать вопросы на русском или на казахском. А, пожалуйста, не стесняйтесь, мы их переведем. Поднимайте свою виртуальную руку, если хотите выступить, задать вопрос устно. И мы постоянно проводим опросы на регулярной основе для того, чтобы я и Джилл могли понять, как нам сделать данную серию лекций более полезной для вас. Пожалуйста, заполните опрос, чтобы мы понимали, что мы можем улучшить в своей работе. Без дальнейших отлагательств, Тара. Пожалуйста, поделитесь своим экраном. Доброе утро, или, может быть, добрый вечер, в зависимости от того, где вы находитесь. Я Тара Конклинг, и я здесь для того, чтобы поговорить с вами о мониторинге смертности птиц и летучих мышей после строительства ВЭС. Возобновляемая энергетика, как мы все знаем, набирает обороты в последние годы для того, чтобы избавляться от ископаемого топлива, для того, чтобы бороться с последствиями изменения климата, но при этом ВИА и оказывает негативное воздействие на дикую природу, включая потерю к фрагментации среды обитания, особенно при строительстве и эксплуатации объектов ВИА. И также это непосредственная причина смертности. Особенно это происходит на ВЭС, когда птицы и летучие мыши сталкиваются с лопастями ветрогенераторов. И поэтому важно проводить локальный мониторинг смертности, чтобы лучше понять, на какие виды больше всего влияет смертность от ВЭС. Не только по количеству видов, но также сколько особей погибает и какое потенциальное воздействие оказывается в популяции. И важно собереть информацию, которая поможет ответить на эти вопросы. В рамках мониторинга на ВЭС мониторинг на разных этапах происходит. Ранее мы уже говорили о обследованиях до строительства. Они помогают определить, какие популяции вообще есть на территории и на сколько популяции окажет влияние строительство ВЭС. Различные методы используются. Акустические исследования по птицам и летучим мышам, исследования размножения, особенно если вопросы про хищных птиц. И опять же подсчет птиц, обзор литературы, для того чтобы понимать, какие виды подвергаются воздействию на этой территории. Есть также мониторинг после строительства, для того чтобы понять, что происходит на территории после того, как уже начато эксплуатирование, эксплуатация объекта. И мы будем говорить об этих методах. Это поиск тушек, а также, например, мониторинг поведения, как птицы и летучие мыши взаимодействуют с турбинами, подсчеты. Это все помогает нам понять, какова смертность этих особей после строительства. И в идеальном мире можно использовать данные всех этих методов для того, чтобы ответить на исследовательский вопрос о воздействии объекта до и после. Особенно, если вы собираете данные и до, и после. Потому что это действительно очень полезно, чтобы провести мета-анализ, чтобы понять, как эти объекты влияют на популяции в большем масштабе. И поэтому сегодня мы будем говорить конкретно о поиске тушек на этапе после строительства. поиск тушек, его основная цель это оценка смертности на основе данных подсчета. Потому что, когда вы ищете тушки птиц и летучих мышей, обычно вы доходите меньше. То есть это недооценка реальной смертности, потому что можно пропустить какие-то тушки, они разлагаются, или эти тушки могут забрать какие-то хищники, вы их даже не найдете. То есть есть много факторов, которые могут повлиять на учет тушек. И здесь четыре основные части или четыре аспекта при формировании исследования по поиску тушек. Нужно понимать задачи мониторинга. Какой исследовательский вопрос у вас, какие данные вы собираете, какие целевые виды, а также и другие есть аспекты, например, погрешность, которая может повлиять на результаты, и вероятность обнаружения, что позволяет вам, например, каким-то образом почитать количество тушек, которые могли исчезнуть и которые вы не нашли. И, говоря о задачах мониторинга, основная цель – это выявить виды, погибающие на ВЭС, и оценить количество смертельных случаев на ВЭС, потому что эти цифры помогают нам информировать дальнейшие действия по смягчению последствий. Особенно, если ВЭС построили на какой-то новой территории, например, в долине или в пустыне, нужно понимать, какие виды там обитают и на какие виды будет воздействовать данный объект. И было бы очень полезно понять, сколько особей погибает, особенно, если это редкие или исчезающие виды. Если это редкие виды, если там одна-две птицы умирают, вроде бы ничего страшного, но если там 50-100 умирают, то эта информация уже важна для обеспечения снижения вреда и смягчения последствий для птиц на таком объекте. И виды это либо виды, вызывающие беспокойство, особенно, если это редкие и исчезающие виды, и также могут быть специфические для конкретного объекта пороговые значения. Например, на перевале Альтамонт в Калифорнии на западном побережье США пороговое значение по смертности есть по пяти видам. Пример по беркутам пороговое значение смертности 0,08, то есть 0,08 беркутов на установленный мегаватт мощности. И это дает базовую линию. И когда вы определяете смертность беркутов, если будет больше, чем 0,08, значит, нужно снизить вред определенных мероприятий, провести на данной турбине. и поэтому здесь больше решения принимается по поводу локации, а не по поводу исследовательского вопроса. И далее, определение временной и пространственной структуры смертельных случаев. Это очень полезно, если беспокоят виды или популяции в течение нескольких лет, особенно если на них влияют и другие факторы, такие как засуха, низкая фертильность. Это очень важно при формировании мер по снижению вреда. Многие виды летучих мышей в США сталкиваются с высоким уровнем смертности, особенно во время осенней миграции. Когда большое количество мышей летит в определенном направлении, когда мы понимаем, почему это происходит, тогда принимаются меры, например, сезонные отключения ветровых турбин, чтобы избежать количества смертельных случаев во время осенней миграции летучих мышей. Далее, задачи мониторинга. Будучи учеными, мы очень любим исследовательские вопросы. И в США это проектное требование, специфические требования к проекту или научные цели. Например, столько-то мышей умерло в течение стольки-то лет. Мы любим ответить на больше широкие исследовательские вопросы. Например, мы любим проводить мета-анализ, чтобы понять пространственное распространение ветровых турбин, их воздействие, а также мета-анализ по ряду объектов или регионов для того, чтобы собрать данные. т.е. мы отвечаем на стандартные вопросы, исследовательские вопросы по ряду объектов. И это помогает понять суммарное воздействие и воздействие на популяцию, если собираются данные, которые помогают ответить на этот вопрос. то есть включение конкретных задач исследования в мониторинг. И какие вопросы интересуют при сборе данных? Это могут быть виды, представляющие определенный интерес для мониторинга. Это могут быть виды, представляющие предохранный интерес, например, те, которые занесены в перечне ПСОП или списки на национальном, региональном уровне. В США опять же пример Беркута, который защищается федеральными законами стран. Очень часто именно мониторит смертность Беркутов от ветровых трубин для того, чтобы понять, как снизить воздействие таких объектов на Беркута. Учитывая то, что не так много этих птиц, буквально 60 тысяч в Северной Америке, прочие целевые виды, это могут быть местные виды, обычные виды, например, сары-чи краснохвостые. Их хоть и много, но это топ-5 вид, который часто погибает на турбинах. И поэтому важно понимать, что происходит с такими обычными видами, для того, чтобы снизить их смертность также, потому что если мы сможем не допустить гибель краснохвостого сары-ча, те же самые меры помогут сохранить бразильского сколочатого губа и других видов, которые являются видами высокого риска хищниной птицы и так далее. Итак, что еще важно, размерные классы или группы видов, которые интересуют вас, ваш проект, например, крупные птицы или мелкие птицы, ледучие мыши, хищники, певчие птицы или даже все виды вас могут интересовать. И, соответственно, это влияет на ваш мониторинг после строительства ВЭС, потому что вы, если фокусируетесь на всех видах, соответственно, будете проводить поиск на территории и использовать методы, которые помогут найти вам тушки очень маленьких птиц или летучих мышей, а также крупных. Крупные, например, гораздо легче найти. Поэтому нужно учитывать, какие виды вас больше интересуют, и это будет направлять ваши усилия по исследованию. Итак, какие есть источники погрешности? Когда вы собираете данные, часто бывают сезонные пики смертности на ветровых турбинах, особенно во время осенней и весенней миграции, когда большое количество птиц летучих мышей пролетает по территории, тогда будет больше пострадавших особей, и если ваш мониторинг проводится только зимой, то вы не сможете записать пиковые значения и много данных потерять. И, соответственно, у вас будет неправильное понимание, у вас будут неверные датные подсчета, и у вас будет неоцененная смертность, потому что не учтены периоды с высокой смертностью, и поэтому нужно понимать, какие у вас местные виды, проводить мониторинг в нужное время для того, чтобы правильно оценить смертность. И зона поиска также может повлиять на то, как вы транслируете данные подсчета в показатели по смертности, например, рельеф, особенно если есть какие-то зоны, которые тяжело обыскать, например, какие-то рифы, либо если там плотный растительный покров, по сравнению с покровом с небольшим количеством растительности. Бывает физически сложно найти, потому что трава высокая, то есть тушку не так легко заметить. Все это влияет на вашу возможность найти тушки. Также бывают тушки, которые вообще падают за пределами зоны поиска. Например, вокруг турбины вы ведете поиск, а иногда тушки могут упасть вообще далеко, и мы не думаем, что они там лежат, но они там, а вы их не подсчитали, и это опять же меняет ваши цифры. Пол и Робин на следующей неделе будут говорить о данной проблеме, как ее решить при помощи анализа. Опять же, есть погреши, связанные с травмами, повреждениями, например, птица повреждена, но она как-то может отползти и, скорее всего, умрет, но при этом вы не найдете ее в зоне поиска и не учтете, и сами турбины также могут повлиять на количество смертей, на подсчет количества смертей. Например, операционный статус турбины. Например, работающая турбина, конечно, больше смертной статус несет, чем та турбина, которая временно не работает, сломана. Соответственно, если турбина какое-то время простаивала, и, соответственно, у нас не будет точных данных о смертности, потому что мы, получается, тогда замерим количество тушек при одной, например, неработающей турбине. Теперь участок поиска тушек и проездные пути, трансекты часто влияет размер зоны поиска, а также расстояния падения на основе струбины. Вот, например, столкнулась птица с турбиной, мы рассчитываем, как далеко может отлететь тушка до падения на землю. Например, если это тяжелая тушка, она дальше отлетит, чем легкая, маленькая, например, и расчеты, поэтому зависят от размера тушки. И, опять же, если турбина находится на холме, то вниз по холму покатится тушка и падет ниже и дальше. но традиционно мы используем политическую модель упрощенную для расчета в США. Например, мы видим по летучим мышам картинку, даже если это крупная турбина 100-150 метров высоту, тем не менее, штушка отлетит не более, чем на 80 метров. И поэтому при поиске на этой территории, в теории, вы должны найти тушки на расстоянии 80 метров. И можно откорректировать это значение зоны поиска. И в основном даются вот эти рекомендации. Этим рекомендациям уже 10 лет. Эти рекомендации следующие. Если мы ищем летучих мышей, нужно искать на расстоянии более половины высоты турбины над землей. А по птицам это дважды высота турбины. И на практике зоны поиска более репрезентативные для летучих мышей, чем для птиц. Часто мы недооцениваем область поиска. И используя созвешенные по плотности доли, Пол будет об этом говорить. доля зоны поиска падения на которой вероятно падение тушки. И используется зона поиска в этом круге. То есть в рамках этой окружности вы ведете поиск тушек вокруг турбины на основе вероятности падения тушки на этом расстоянии. вот эта желтая область. Если, например, там есть какой-то склон либо очень плотная растительность, в которой невозможно искать. Иногда люди ищут летучих мышей только на дорогах или каких-то пространствах вокруг турбины, но тогда нужно учитывать, что вы обыскиваете небольшую территорию, на которой вероятно падение тушек, и тогда у вас будет взвешенная по плотности доля. Когда вы ищете обыскивать какую-то долю, а не всю территорию. В случае летучих мышей часто они падают гораздо дальше, чем мы об этом думаем. Здесь вы видите данные на перевале Альмонт в Калифорнии. Вот эти точки – это разные виды летучих мышей и то, где они упали. 120 метров в диаметр. Это радиус точнее. Это означает, что мы ожидаем, что на основе баллистической модели не должно быть тушек летучих мышей дальше вот этой точки. Будет много вот здесь, но мы не знаем, попадали ли они вот там, потому что учетчик искал только в этой области. И поэтому мы устанавливаем взвешенную по плотности доли меньше, чем один. На разных формах это работает. Опять же, в зависимости от того, как расположена турбина на ландшафте. И конструкция турбины влияет на характер падения тушки и обычно падают по ветру тушки. Это в Южной Калифорнии. Особенно старые турбины, они стоят очень близко друг к другу и соответственно нужно искать вот в таком ландшафте по методу прямоугольника, потому что турбины так близко друг к другу, что если птица умрет от этой турбины, она скорее всего упадет вот где-то рядом с соседней турбиной. Соответственно, нужно менять свою структуру исследования. И современные турбины вот так на ландшафте представлены, соответственно, там искать нужно по окружности. И размер определяется размером турбины. Чем выше турбина, тем больше расстояние вероятного падения тушек. И длина лопасти также важный фактор. Если 150 турбина, лопасть 50, может быть, и соответственно на другом расстоянии упадут тушки. И то есть длина лопасти и расстояние между лопастями играют значения. То есть вот эти аспекты конструкции турбины влияют на падение тушки. И про определение структуры обследования все зависит от размера вида также. Если вы ищите маленьких птиц и тушки летучих мышей, то вы будете искать гораздо ближе, может быть, 5-10 метров. А если это крупные тушки, например, беркут, то вы увеличиваете расстояние, проездной путь будет отличаться, потому что вы ищите гораздо более крупный объект на земле. Говоря о том, где искать, вы собираете данные для того, чтобы у вас было хорошее представление о том, что происходит на ландшафте. Если это небольшой объект, 10 или менее турбин, то искать можно везде практически, но если это большой парк ветровых турбин, 50, 100, 200 турбин, тогда вы не сможете эффективно искать везде в разумный период времени, и тогда будет случайно выбратка турбин. Это может быть несколько турбин, которые мониторятся один год или несколько лет. Используется также вероятностная выборка, либо случайная выборка. Но главное, чтобы выборка была репрезентативной на объекте, для объекта. среди обитания. Если у вас очень разные виды среды обитания, тогда будет полезно использовать стратификацию по среде обитания, по типу среды обитания. Но эта практика не используется так часто, и обычно на территории примерно одинаковые среды обитания везде. Ну, такое, по крайней мере, предположение. И теперь, где искать в ландшафте? И вот эти трансекты и проездные пути зависят не только от видов искомых, а также от рельефа. Если это сложный рельеф, тогда вы проездные пути поменяете. Иногда концентрические кольца используются, такие, в общем, окружности и проездные пути по окружности идут. И иногда это сложно, потому что тогда вы все время уделите какой-то одной турбине. Есть многие исследования, которые мы проводили. У нас была систематическая сетка на ландшафте, и мы шли в северо-восточном направлении по сетке. Но все равно будут какие-то места, которые невозможно исследовать из-за сложности рельефа. Это могут быть какие-то рифы, и бывают какие-то сложные рельефы, например, отвесные скалы, которые очень тяжело обыскать. либо это могут быть какие-то дороги или еще какие-то вещи, где сложно проводить осмотр. Опять же, чем больше участок, чем скорее всего больше тушек вы найдете, особенно если вы ищете на территории вероятность падения тушек. Уличение площади участка позволит вам повысить вероятность обнаружения и получить более точные оценки смертности. Но это также требует баланса, потому что, опять же, много усилий на большую территорию необходимо. И если вы проводите не вот такой прямоугольный, а круговой поиск, вы увеличиваете свою зону поиска очень сильно, поэтому нужно найти баланс между обследованием достаточно большого участка для того, чтобы найти тушки и временем, которое у вас есть для поиска тушек на ландшафте, потому что опять же, вы можете использовать программное обеспечение, например, GNS, для того, чтобы как-то корректировать данные. Я уже говорила о интервалах поиска, это может быть сезонный поиск, в зависимости от того, какой вид вас интересует, это может быть также круглогодичный мониторинг, для того, чтобы понять, в какой сезон больше смертности, чтобы определить время, когда больше всего погибает особи, например, рассеяние и миграция. Также вы можете изучить конкретные аборигенные виды, либо только эмигрирующие виды, сконсервировать ваши усилия в пиковое время смертности, либо, например, если это зима, много снега и не видно тушки, тогда, может быть, зимой нет смысла искать зимой и искать в то время, когда больше вероятность найти тушек, на основе чего использовать меры по снижению последствий, смягчению последствий. Говоря о чистоте поиска, по-разному тоже, в зависимости от видов, более короткое время между посещениями для более мелких птиц, потому что мелкие птицы исчезают довольно быстро с ландшафта, их хищники утаскивают, поэтому очень сложно найти таких птиц, чем больше времени проходит. А более крупные птицы это более крупные тушки, которые могут сохраняться дольше в ландшафте, может быть, не полностью тушки, там кусочки мы находим, части тела там и тут, потому что хищникам сложнее крупных птиц унести, как вот птица, который на данном слайде. Самые часто используемые схемы поиска раз в день, два раза в неделю, раз в неделю, раз в месяц, раз в два месяца. Исследования раз в два месяца исторически использовались, но сейчас не используются, потому что многие данные упускаются из виду. И данный вид мониторинга не такой полезный. Чаще используют схему мониторинга раз в три дня, либо раз в семь дней, либо раз в 14 дней, то есть проводят исследования два раза в месяц. Это позволяет сбалансировать исследовательские усилия с возможностью пропуска катушек. И здесь разные примеры. Это тушки, которые могут быть на ландшафте. Если проводится исследование раз в две недели, вы сможете найти, возможно, вот это количество тушек на 14 дней. А здесь вот это мы упустим, потому что хищники придут и заберут тушку и мы не успеем найти их на ландшафте. Иногда более частый поиск позволяет нам найти больше тушек перед тем, как их заберут хищники, чтобы получить лучшее представление о том, сколько смертей произошло на этом ландшафте. Особенно нас интересуют мелкие птицы и летучие мыши, потому что их сложно найти в принципе. Что насчет длительности исследования? Когда у вас есть данные за несколько лет, это гораздо лучше для того, чтобы определить закономерности. Но часто длительность исследования определяется нормативными требованиями для разрешениями, например, мониторинг раз в год. Но опять же, мы знаем, как ученые, что чем больше лет у нас охвачено, тем это больше позволяет нам понять, поэтому всегда предпочитаем иметь данные за несколько лет. Это полезно для того, чтобы увидеть изменения в смертности в динамике. вероятность обнаружения это также важный фактор. Это комбинация эффективности учетчика, как эффективно учетчики находят тушки в ландшафте и насколько сохранны тушки перед тем, как падальщики или хищники их заберут. и это включает ряд факторов. И Пол расскажет вам во время дискуссии о GenS, но вероятность обнаружения позволяет нам откорректировать данные, потому что мы же в любом случае пропускаем какие-то тушки. То есть это зависит от эффективности учетчика, насколько он хорошо находит тушки. Также это зависит от сохранности тушки, а также от доли выборки, сколько турбин. Если мы изучили только две турбины из десяти, соответственно у нас данные будут на основе маленького количества турбин, и тогда мы не сможем точно оценить смертность на всем метропарке. И опять же нужно понимать, на какой территории мы ищем тушки, то есть доля исследованной территории взвешенная по плотности. Здесь опять же вероятность обнаружения, которая зависит от эффективность учетчика, сохранности тушек, от доли выборки, то есть количество турбин, на которых проводится поиск, и извешенная по плотности доля исследованной территории. Эффективность учетчика зависит от размера тушки, а также от растительности. Опять же, пример краснохвостого сарыча, когда вы ищете крупную птицу на открытом ландшафте, довольно легко найти тушку, и эффективность учетчика близко к одному, это означает, что учетчик находит все, что там есть. Однако, все меняется, когда меняется ландшафт и размер вида, который мы ищем. Давайте посмотрим на эту фотографию. Вот там есть тушка летучей мыши где-то, но заметить сложно, и поэтому эффективность учетчика летучих мышей может быть низкой, особенно если это человек, это даже меньше 5% иногда. Вот здесь где-то тушка мыши лежит. Вот здесь, если посмотрим в кружке. Вот так выглядит тушка летучей мыши. То есть очень сложно найти такие тушки на ландшафте. И гораздо лучше ищут собаки. Гораздо больше тушек находят, чем люди. Они их находят, и у собак гораздо больше эффективность учетчика, особенно когда они ищут маленьких птиц и летучих мышей. И обычно это хорошо обученные собаки. Это не просто чья-то собака, которая гуляет. Нужно обучить таких собак, и они очень полезны. Если можно их включить в мониторинг, это очень хорошо. сохранность тушек, как долго сохраняется тушка на ландшафте, и когда идет туда учетчик, до сих пор ли тушка сохраняется там. И можно оценить сохранность учетчика, разместив так называемые исследуемые или пробные тушки, и затем приходить регулярно, чтобы понять, как долго находится там тушка. И когда она исчезнет, посмотреть. И когда такие исследования с пробными тушками проводятся, эти данные помогают вам рассчитать вашу вероятность обнаружения. И вот эти пробные или исследуемые тушки, они распределены по времени и турбинам. Главное, чтобы было достаточно образцов, представляющих различные размерные классы. Это могут быть мелкие крупные птицы, а также там могут быть летучие мыши. И если большая вариация, нужно посмотреть на тип растительности, либо если, например, ситуация с хищниками меняется в разные сезоны, то есть может быть есть сезоны, когда больше вероятность, что хищники заберут тушки, либо если, например, тип растительности такой, что в какой-то момент трава очень высокая, и в ней тушки лежат и пропускаются учетчикам. Я сделала краткий обзор различных факторов, которые нужно учитывать на стадии после строительства. Опять же, нужно определить интервалы исследований для того, чтобы рассчитать количество сместительных случаев. Выберите данные исследований, затем используйте вероятность обнаружения, оценка истинного числа сместительных случаев через число обнаруженных тушек и число пропущенных. И есть компьютерные программы, которые могут помочь, например, GNSD, ее легко использовать, и это тема следующей лекции. Роби будет говорить о GNSD и будет использовать данные, образцы данных для того, чтобы пройтись по процессу анализа данных. Я надеюсь на это. И я буду рада ответить на вопросы. Большое спасибо за ваше внимание. Очень ценим ваше участие. Спасибо, Тара. Это прекрасная презентация. Мы можем Джил включить микрофон? Есть ряд вопросов в чате. И давайте к первому вопросу перейдем, если возможно. Александра спрашивает насчет мониторинга после строительства. Он обязательный? Например, на стадии предварительной экологической оценки. То есть имеется в виду сбор данных о смертности птиц до строительства и после строительства. Это прекрасный вопрос. сейчас это не обязательное требование, но было бы полезно обязать, потому что данные о смертности очень важны, лопастей, понять, действительно умирают ли птицы от лопастей. И соответственно, на стадии до строительства было бы полезно некоторые данные собрать. и есть список литературы, которые мы рекомендовали. И кажется, только в 2% случаев объекты ВЭС собирали данные о птицах до строительства. хотя это нужно делать до и после строительства, потому что можно было бы сравнить тогда. И Пия задала вопрос в чате и также подняла руку и Пол Рэви ответил на вопрос в чате. Пия, если вопрос тот же самый, вы можете его задать, конечно. Но давайте я прочитаю вопрос и ответ. Пия спросила, скорость вращения лопасти влияет на расстояние падения тушки. И Пол, это будет спикер на следующей неделе, он ответил очень четко, что да, влияет скорость вращения лопастей влияет и размер лопастей влияет на падение и направление ветра и скорость ветра. Все это влияет на расстояние падения тушки. Пия вы хотите еще задать вопрос? Потому что у нас в чате еще два вопроса. В первую очередь хочу поблагодарить Тару за прекрасную презентацию, очень интересно. Я слежу за исследованиями, которые проходят по воздействию ВЭС на птиц. И мой вопрос касается мониторинга после строительства ВЭС и косвенная потеря среды обитания, изменение поведения. Сегодня мы говорили о мониторинге тушек, проводились какие-то исследования по размножению, например, по беркоту, на перевале Альтмонт и были какие-то косвенные потери среды обитания. Телеметрический мониторинг по беркоту. Да, есть пара исследований по телеметрии. Я не знаю, насколько они рассматривают поведение, избегающее поведение. Может быть, тот больше знает об этом. По телеметрии, например, орла или беркута. Говоря о потере ареала обитания, не было хороших исследований, которые показывают поведенческие изменения орлов, беркутов. И когда беркут мигрирует и видит ветровую турбину, меняет свой полет, чтобы избежать ее. Но у нас нет телеметрических исследований по беркутам. Тара, следующий вопрос в чате. У вас есть рекомендации по литературе, которые касаются длины втулки, высоты втулки, длины лопасти и соответствующего расстояния падения в зависимости от них? Это хороший вопрос для Пола. Через две недели он будет давать лекции. Он лучше знает статистику, эти физические уравнения, то есть расчеты зоны падения в зависимости от размеров различных элементов турбины. А есть ли возможность картографировать концентрические концентрические пояса, обнаружения для летучих мышей, мелких птиц, крупных птиц, и какая доля крупных птиц получает травмы и улетает, но затем умирает позднее. по второму вопросу насчет погрешности связанной с травмами. Обычно довольно мало такой погрешности, но она происходит. мы не можем предполагать, что все птицы упали на расстояние, которое мы определили, потому что беркуты, например, получают травмы от лопасти, но они еще так улетают, либо проползают в большие расстояния, и их мы не находим при поиске. Ну, я не знаю, сколько таких птиц. Говоря о расстоянии падения, да, возможно проанализировать данные падения, например, плотность летучих мышей и птиц на расстоянии от турбины, это уже статистический вопрос. Нужно спросить Пола через пару недель. я уверена, что он может это объяснить. Как рассчитывать расстояние падения и какой доли тушек можно найти и как интерпретировать эти цифры. И тем, как прочитать следующий вопрос, Пол сделал комментарий в чате, что передовая практика по мониторингу полосе правительства имеет информацию по размерам турбин и поисковой зоне. В чате ссылка была во время презентации прошлой. И я думаю, что на сайте АСБК тоже есть информация. можем предоставить ее людям, которые заинтересованы. В списке литературы тоже есть. Тара на сайте АСБК предоставил данную информацию. есть ли увеличение количества смертельных случаев хищников птиц из-за того, что их привлекают мертвые тушки. в последние годы стали появляться данные такого рода, но в основном это данные по умершим от лопастей. но мы не так уж знаем много о хищниках, которые приходят за тушками и как-то умирают. То есть мы знаем, что больше хищников, конечно, приходит к ВЭС и привлекают тушки. А на турбинах старого поколения приходили разные виды туда, виды хищников, но сейчас уже турбина нового поколения, не и если туда привлекаются хищники, не обязательно они умирают, не обязательно их убивают, когда они приходят на данные объекты. еще один вопрос. Мы подходим к концу часа. Я и Тара, мы должны уходить, и Джилл тоже. Ну вот я и Тара еще немного можем остаться, чтобы ответить на вопросы. Но мы понимаем, что если людям другим надо уйти. Вопрос насчет методов. Реймонт, я не совсем понял ваш вопрос. и можно ли подход использовать при оценке экологического воздействия? Что насчет временных вариаций? Реймонт, можете включить свой микрофон, чтобы уточнить, либо можете написать. доброе утро, добрый день. Насчет методов вопрос. Это дорогостоящее исследование, буквально по одному виду, либо по двум видам, по птицам и летучим мышам. Это дорогостоящее исследование. И вот вопрос, а что, если включить его в экологическую оценку, чтобы оценить воздействие на вот эти виды? И, например, вы обнаружили, что риск выше, чем вы ранее полагали. Если такое исследование проводится и включается в экологическую оценку, приемлемо ли это? Рекомендовали ли бы вы ТАРА это для финансирования из международных банков разбития, Всемирного банка, потому что этот метод очень дорогостоящий и во время проектов вы можете рекомендовать данный метод для проектов, потому что требуются данные для принятия решений, и многие страны этим не занимаются. например, в Африке будет сложно проводить такие исследования с такими методами. По вариации, насколько я понял, есть ландшафтные вариации, и, соответственно, это еще больше удорожает такое исследование. Можете дать рекомендацию для разведческих стран по заимствованию данного метода? Конечно, с институтами, которые работают с МСОП, и с другими организациями. Мне интересно, приемлемо ли будет это. Это хорошие вопросы. к счастью, нам не нужно здесь искать баланс. Мы занимаемся чисто наукой, и другие организации дают политические рекомендации. Это дорогостоящие исследования, да. Но, наверное, есть организации, которые помогают достигнуть баланса. то есть можно адаптировать исследования, чтобы именно более глубоко изучить интересующие виды, для того, чтобы собрать максимально данных экономически эффективным способом, чтобы максимально обеспечить соотношение затрат и выгод. Мониторинг для оценения мониторинга лишь, это не самое лучшее использование средств, но есть наверняка организации, которые могут помочь достигнуть такого баланса. И недавно мы узнали, что Международная финансовая организация сейчас требует экологической оценки, оценки экологического воздействия, и геологическая служба США работает с рядом специалистов для того, чтобы проводить такие исследования, то есть дизайн исследований сделать. Я знаю, что есть крупные ветропарки, крупные ветровые проекты, которые планируются в Казахстане, в Узбекистане, и в каждом случае проводятся оценки экологического воздействия, и они финансируются. Это требование. Реймон, отвечаю на ваш вопрос для того, чтобы стимулировать банки. То есть если банки будут это требовать, то тогда это будет сделано. Еще один вопрос в чате. Какого ее пороговое значение по количеству перьев для того, чтобы считать смертью либо там кровь, либо какие-то ткани. Особенно это проблема, когда ищут собаки, они такие мелкие вещи находят. Прекрасный вопрос. Итушкой считается как минимум 10 перьев либо части тела, которые показывают, что это птица или летучая мышь. Потому что если нашли например еще крыло, ну как птица будет без крыла летать, то скорее всего это тоже считается тушкой. И собаки ищут тушки и находят например клочки перьев. Это могут быть перья от одной тушки. иногда поэтому сложно определить это новая тушка или это просто кучки перьев от тушки, которую раньше нашли. Если нашли части тела, это уже понятней. то есть обычно уже люди принимают решение это одна тушка или перья от нескольких тушек. Потому что есть также и риск слишком завышенных показателей. ну как минимум 10 перьев считается тушкой. Я скинул ссылку в чате на руководство по передовому опыту. Алена, вы можете перевести сообщение, которое на русском чате? вопрос в чате. Какое время суток в основном влияет на смертность беркутов? Никто точно не знает, когда столкновение происходит, потому что просто находят тушки, обычно несколько часов находят тушки лип передачи. Телеметрические исследования нет, невозможно узнать, когда они умерли. были примеры, когда была возможность понять, какое время существует, но не так много таких было возможностей. в США большая часть поиска беркутов происходит раз в месяц. То есть, раз в месяц мониторинг, поэтому невозможно знать, в какое время суток, либо даже в какой день умерла птица, когда раз в месяц только такой мониторинг проводится. Пия в чате отметила, что нет построительного мониторинга в ее стране, и это типично для многих стран, включая США. Охад, у вас вопрос? Еще вопрос в чате. Хочу продолжить свой передущий вопрос. В техническом отчете Американского института по взаимодействию дикой природы и ВС 2019 года считается, что два пера это тушка от турбины. у меня были долгие препирательства с одним из участников насчет того, как интерпретировать такой случай. И что мы делаем? Мы проводим поиски, контрольные поиски в той же среде около турбины и затем сравниваем. если есть какие-то одиночные перья на этой территории, мы вычитываем это из своих расчетов. У нас много единичных перьев. Мы видим, что это точно от турбины погибло птица, потому что перо разрезано. Мы в разных случаях по-разному подходим. если это вид, который не летает обычно в этот сезон. То есть непонятно охота была на эту птицу или она убила орла от турбины. Если это не время для охоты, то скорее всего турбина умерла. И у нас есть участник, который с собакой работает. и собака нашла чуть ли не через год тушку. То есть сложно интерпретировать такие перья. Есть еще один вопрос в чате. Вы убираете тушки каждый раз для того, чтобы не регистрировать его на следующий раз? когда будете мониторить. Это зависит от объекта. По некоторым видам нужно убирать тушки, например, по беркутам. Если поисковая команда находит беркута, то представитель службы США приходит и забирает тушку. проводится мониторинг, нужно разрешение на изъятие тушки. Если такого нет, то они не будут собирать эти тушки. тушки. И опять же, иногда тушки остаются там, даже если их находят, потому что это могут быть пробные тушки, например, на сохранность тушек, когда тушка остается там, чтобы понять, сколько она сохраняется. И опять же, у собак хорошая память, они помнят, где нашли тушку, и сразу возвращаются, чтобы найти тушку, потому что их награждают за поиск из-за нахождения. Иногда приходится адаптироваться. Вот там же и пробные тушки бывают в похожем ландшафте, но не обязательно на территории поиски, потому что собака будет постоянно туда приходить и находить. Еще вопрос в чате. Еще поднята рука. Есть ли технологии в разработке, ландшафте, которые являются сенсорами для того, чтобы определить столкновения с животным? Я не знаю, насколько их используют или насколько они чувствительны. Может ли определить, с чем столкнулась лопасть с беркутом или летучей мышью? Но есть сенсоры, которые такие датчики, которые чувствуют столкновение. Но готова ли эта технология к полному развертыванию? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Если вы заинтересованы, большая часть технологии это акселерометры. Очень простая технология акселерометра, как на телефоне. С одной стороны лопасти, с другой стороны лопасти. Акселерометр измеряет вибрацию и разницу во времени. это говорит о том, где на лопасти произошло столкновение. последний вопрос от Пии. На сегодня. Пия, пожалуйста. Если не относятся к презентации, вы мне скажите. Но я слышала, что есть эксперт по собакам. У меня вопрос, потому что я обучаю свою собаку поиску. У меня вопрос касательно возраста. и статус отушки. Вы нашли какую-то разницу? Если, например, это сухая тушка или свежая тушка, очень разложенная и в целом, как это влияет на обнаружение? Это хороший вопрос. Я знаю, что собаки в США, они реагируют на запах разлагающейся тушки. Не всегда они находят тушку, особенно, если это свежая тушка. Специалисты по собакам вы можете поднять руку. Мы дадим вам слово на короткий ответ. А затем мы же по имейлу будем общаться. И пиа, вы отправьте свой имейл. я не вижу поднятой руки вот этого специалиста. имейлу мне отправьте свой запрос, я перенаправлю его. Спасибо всем за участие, очень хорошее совещание. 57 участников, которые до сих пор на звонке участвуют. Хорошее обсуждение. Через две недели Пол будет говорить о GNS и, наверное, что-то будет повторением. Надеюсь, мы более детально поговорим о разных концепциях. будет возможность изучить GNS. И GNS это очень важная часть системы расчета смертности. Хочу напомнить, Алена или Янлик может ссылку на опрос скинуть в чате. Было бы хорошо, если бы вы заполнили опрос, чтобы мы поняли, что мы можем улучшить. Либо скажите, что мы делаем наоборот правильно, хорошо, это будет полезно. И я буду говорить, пока не дождусь ссылку на опрос, чтобы можно было кликнуть на опрос до ухода. Янлик серьезно выглядит. Алена, вы отправили мне лично, но надо было в чат. Это ссылка на опрос, пожалуйста, заполните, это поможет нам очень сильно. Тара, спасибо большое за прекрасную презентацию. С нетерпением ждем встречи через две недели. Спасибо всем. Всего хорошего. Тот. Спасибо.